Домашний матч против Темп Сумзу ГМК баскетболисты Самары начинали, как и положено, фаворитам. Захватили инициативу и ввели на протяжении стартового периода. Однако во второй четверти у Волжан наступил спад в игре. В нападении игроки совершали потери, часто промахивались, плохо двигали мяч, а в защите позволяли соперникам набирать легкие очки. Как итог, на большой перерыв уральцы ушли, лидируя в счете 37-35. Свою же команду я хочу похвалить. Мы били, сражали и практически выполнили план. На игру где-то не везло, много открытых бросков в начале игры промазали. Будем работать, в любом случае болельщикам понравилось. После перерыва самарцы так и не проснулись. Волжане продолжали ошибаться в нападении и не дорабатывать в защите. В третьей четверти отрыв в счете продолжал расти. Уральцы ушли далеко вперед, 57-47. К середине четвертого отрезка преимущество гостей сохранялось, и казалось, что организовать погоню у Самары так и не получится. Мы, наверное, очень плохо играли до того момента, когда взялись, когда, наверное, почувствовали, что нам уже терять нечего. Где-то раскрепостились, может быть, где-то соперник в этот момент где-то расслабился уже раньше времени, поверил в победу. Но у Волжан нашелся свой герой. Владимир Пичкуров забил несколько трехочковых, приведя восторг самарских болельщиков. И, подгоняемые фанатами, самарцы устремились в погоню за соперниками. За пять секунд до конца основного времени отрыв стал минимальным – 69-71. И капитан Самары Антон Глазунов сравнял счет двумя штрафными бросками. Бывают спады, конечно. Где-то, наверное, устал, где-то защита против меня хорошая сыграла. Но в конце просто уже вся команда мне доверяла. То есть, пасовали на меня, я очень много бросил. И, наверное, с неплохим процентом попал. А уже в овертайме самарцы забрали себе лидерство и не позволили гостям вернуться в игру. Красивую точку в матче поставил Максим Дыбовский, забив сверху в быстром отрыве. 82-77. Сверхволевая победа Самары. У нас чуть не сдалась концовка именно в нападении. Мы сбились на непонятную игру. Не могли доставить ни мяч, ни в краску, ни бросить на даже хорошую атаку сделать трехочковую. После победы Самара закрепилась на втором месте в турнирной таблице. Впереди только Спартак Приморье. Следующую игру волжане также проведут дома. Соперником будет вновь уральская команда. Уралмаш из Екатеринбурга. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.